Ну, работников у нас не хватает везде, где требуется рабочая сила, неквалифицированная, без опыта работы. Повысили зарплату, но россияне не идут. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как россияне, даже те, которые были против мигрантов, уже страдают от того, что их нет. К сожалению, мы испытываем огромный недостаток рабочего персонала на всех направлениях. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Московские власти жалуют за нехватку иностранной рабочей силы. На носу уборка снега. Не все россияне готовы убраться за лом и лопату, уже говорил недавно Сергей Собянин. У нас есть вакансии и в 50, и в 60 тысяч. Это работа на линии, на заводах, где на самом деле не требуется никаких особых навыков, кроме желания учиться и дисциплины. И однако, все равно нам достаточно тяжело находить людей. Та же проблема в Подмосковье и в Санкт-Петербурге. Возобновление авиасообщения со странами Центральной Азии никак не улучшило положение. В апреле насчитывалось до 4 миллионов гастарбайтеров. Сейчас почти вдвое меньше. Многие службы и организации страдают от уменьшения потоков мигрантов. Вот что они сами говорят по этому поводу. Скоро зима, а мы еще листья не разгребли, говорит специалист одной из крупных управляющих компаний Татьяна. На примере своей организации она рассказывает. Это огромное пространство сейчас метет один дворник, а дел здесь минимум на пятерых, объясняет она. Жильцы жалуются, что на детских площадках грязно. Еще этот коронавирус, требования к управляющим компаниям ужесточаются, а работать некому. Нехватку трудовых мигрантов почувствовали не сразу. Когда весной закрылись границы, не все сезонники вернулись на родину. В ЖКХ перебоев не было. Приезжие продолжали чистить участки и вывозить мусор. До пандемии дворнику или уборщице платили 30 тысяч в месяц. Текучка была, но новых людей находили очень быстро. Сейчас мы повысили ставку до 40, однако желающих нет, вздыхает сотрудница. На днях позвонил россиянин, хотел устроиться дворником. Меня смутило, что ему 58 лет. Подтянет ли он такой объем работы? Но все равно пригласила на собеседование. Как увидел, сколько тут работы, моментально отказался. Кажется, после открытия границ последние гастарбайтеры уехали. А вы собираетесь на работу в Россию? Свои ответы пишите нам в комментарии. Москвичи и вообще россияне не очень готовы идти на простые рабочие специальности. Как мы знаем, все мы хотим получать высшее образование. Ни один родитель своему ребенку не желает быть дворником. Следующая девушка рассказывает о проблемах в гостиничном комплексе. Марина управляет небольшим отелем в центре Москвы. Гостиничный сектор за все время пандемии серьезно пострадал. Вынужденно сокращали и приезжих. Летом начали восстанавливаться, но зачастили из налоговой или распотребнадзора. Мы из кожи вон лезем, чтобы выполнять требования. Однако лучше не привлекать внимания. Гостиничный бизнес потихоньку оживает, но персонала взять-то негде. Уборщица вкалывает за двоих. Попросила ее подыскать людей даже среди своих, и никого она не нашла. Стоит отметить, что она мигрантка. Плачется, мол, снимали квартиру восьмером. Четверо вернулись на родину. И на подселении сейчас уже никого нет, рассказывает Марина. Ни контакты в диаспоре, ни сайты не помогли. Марина обратилась в центр занятости населения. Там пообещали подобрать подходящих сотрудников среди россиян. Через неделю на собеседование пришла первая соискательница. Мне нужна была горничная. Прислали девушку с высшим образованием и знанием двух иностранных языков. Она сразу заявила, что мыть полы не будет. Попросила, чтобы я написала отказ. Он ей нужен, чтобы получать пособие по безработице. Но нам-то какой толк от таких кандидатов? Негодует управляющая гостиницей. Еще одна тенденция, на которую обращает внимание любой управляющий в гостиничном бизнесе. Работодатели охотнее берут на себя легальное трудоустройство мигрантов. Да, лет 10 назад бюрократию с документом наниматели перекладывали на гастарбайтеров. Было много нелегалов. Сейчас я сама готова ходить в МВД и оформлять сотрудников по закону. Только их нет, разводит руками женщина. Выросли зарплаты на рабочие позиции, может быть, процентов на 6-7. И здесь сложно сказать, что повлияла инфляция, которая у нас произошла все равно с начала года. Или все-таки отток мигрантов. Несмотря на нехватку гастарбайтеров, нарушения их прав по-прежнему достаточно. Волонтер и правозащитник Мухаммад Сабиров на днях вернулся из Нижнего Новгорода, где в прямом смысле спасал людей из неволи. Ситуация следующая. Крупный бизнесмен отобрал у 40 таджикских граждан паспорта и отказался выдавать зарплату. Все обратились ко мне. Я в консульство их страны. Прибыли на место и выяснилось, что владелец фирмы вовсе не мошенник. Свои действия он объяснил тем, что дел на стройке много, а работать некому. Если, мол, рассчитываться с мигрантами, я уеду домой, рассказывает Сабиров. Уже до таких мер доходят русские. Еще одна проблема – это участившиеся проверки в общественном транспорте. После усиления масочного режима просто шквал звонков от приезжих. Жалуются на сотрудников полиции, которые находят повод задержать и оштрафовать иностранцев, хотя средства защиты при них были. Ссылаются на некие особые распоряжения в Москве в связи с коронавирусом. В сложившейся ситуации Сабира видит и плюсы. Работодатели сейчас прислушиваются к нуждам мигрантов. Хочется надеяться, конечно, что минимальные зарплаты для рабочих специальностей вырастут, потому что иначе не привлечь людей. Он надеется, что после снятия ограничений отношение к ним в обществе станет более уважительным. Пандемия пройдет, а доброжелательность останется. Конечно же, хочется в это верить всем сердцем. И, конечно же, еще одним плюсом можно назвать то, что русские наконец поняли, как важны для них мигранты и, возможно, в будущем будут более лояльно к ним относиться. Ведь, несмотря на вражду и недопонимание, до этого момента они сосуществовали вместе. И теперь каждый понимает, как друг без друга тяжело. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. Спасибо вам большое за просмотр. До скорой встречи.